Фестиваль «Акерманская крепость-2016» продолжает радовать гостей средневековой твердыни. 10 августа состоялся восьмой его этап. Каждую среду организаторы стараются показать как можно больше талантов юга Одещины. Наш край по праву может гордиться своими артистами, среди которых есть представители почти всех национальностей, проживающих в украинской Бессарабии. Именно они хранят и оберегают богатую историю и народные традиции. Лето почти подходит к концу, но коллективы выступают, любят нашу программу, наш фестиваль. И сегодня мы покажем гостям нашей крепости современную украинскую культуру. Здесь будут выступать ансамбли танца, Эдельвейс, Непоседы, Фиеста. Также будут отдельные исполнители и группа «Время мечтать», группа «Фортеса», которые сегодня покажут новые номера, сегодня будет звучать волынка, будет звучать аккордеон, саксофон. Но я думаю, что программа должна быть интересной не только для нас, но также для посетителей нашей крепости. Танцоры ансамбля «Непоседы» буквально пару дней назад вернулись из Польши, где принимали участие в международном фестивале искусств. Юные украинцы покорили сердца жителей соседней державы. Наталья Рожко рассказала немного о своих воспитанниках и о том, чем они порадуют зрителей сегодня. У нас коллектив эстрадного танца. Коллектив существует уже почти 10 лет. Этот состав занимается три года. Мы будем показывать два эстрадных танца «Колыбельное» и «Детское время». Нам очень приятно участвовать в фестивале «Керманская фортеса». Мы здесь участвуем уже не первое лето. Дети получают удовольствие от выступлений и участия в концертах и фестивалях. Но «Непоседы» не единственный коллектив, которым руководит Наталья Рожко. Воспитанники «Эдельвейса» ансамбля из Белгороднестровского аграрного техникума также готовы удивлять ценителей искусства. Мы занимаемся этим видом творчества уже пять лет. Всем очень нравится. Здесь как и школьники, так и студенты есть среди нашего коллектива. Мы каждый год выезжаем за границу и также по Украине выступаем. Занимаем первые и вторые места. Незабываемое выступление подарили и артисты ансамбля «Фиеста» и «Шаба». Их номер цветами не оставил равнодушными никого из гостей. Танцевальные коллективы не давали унывать. После уже привычных конкурсов на сцене появились и самые маленькие таланты. Они читали стихи, пели песни. А вот семилетняя участница фестиваля великолепно играла на гитаре. Все выступления буквально захватывали дух. Вот так в украинском стиле и состоялся восьмой этап фестиваля «Акерманская крепость-2016». В следующую среду здесь ждут участников ансамблей и коллективов из Польши. Всех желающих познакомиться с культурой наших соседей приглашают в 10 часов утра посетить средневековую жемчужину белого города на Днестре. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ.